Т-34 Отличие только в визуализации Самого танчика Для тех, кто не знает Для тех, кто недавно играет В Блиц, я маленький экскурс В историю закину Раньше можно было Помимо тех танчиков, которые вы сейчас видите У себя в ветках развития Раньше можно было купить Гораздо больше машин В этих всех веточках В частности Т-34 Он стоял в ветке Соединенных Штатов Вот здесь, на своем заслуженном месте Над ветками Над восьмым уровнем Вот здесь, в Германии, можно было найти Леву, допустим, на продаже Стоили они тогда, по-моему, что-то 7400 Или 7600, врать не буду Ну, короче говоря, я себе купил Тогда именно Фалкона Он тогда появился на продаже И в виде Фалкона он был дешевле Чем Т-34 Вот просто в ветке заходи, бери, не хочу Итак, ребят, почему редкий гость? Протанчик забыли Я не знаю, заслуженно, не заслуженно Скорее всего, он морально устарел Ну и редко появляется на продаже Короче говоря, ребят, которые играли на нем Когда-то довольно часто Стало гораздо меньше Все перекинулись на более свежие, более новые машины Ну, а новички, кто недавно в игре Они очень редко видят этот танк на продаже Ну и не знают, с чем его едят Едят его сейчас уже довольно-таки неплохо Хотя, периодически, бои на нем Довольно-таки зачетные, довольно-таки фановые Дело в том, что, несмотря на то, что это тяж Особой бронированностью он не отличается Раньше он был просто офигенный С учетом раньше установленных ТТХ на других машинах Сейчас же ему соревноваться С ребятами восьмого уровня довольно-таки сложно Понимаете, то есть, ну, появились такие машины Для которых та броня, которая на нем Уже не особо-то и броня У многих машин такие уровни пробития И такие уроны, которые Falcon просто не выдерживает Но, вот давайте, допустим, по бронированию Самое бронированное место в корпусе Это верхний бронелист В верхнем бронелисте, с учетом приведенки, ребят 162 миллиметра Согласитесь, на сегодняшний день абсолютно практически ни о чем Самое бронированное в башне Это вот этот вот такой пятак Не маска орудия, а вокруг маски орудия Есть вот такой вот, типа, ореол И в этом ореоле у вас будет 178 миллиметров С учетом приведенки 278 Ну, то есть, вот здесь вот, вот по вот эти вот отверстия Чуть-чуть дальше Ну, и с этой стороны точно так же И здесь сверху вот этот вот треугольничек Если вы его видите Вот это вот, это самое бронированное То, что есть на башенке Что же касается кепки вот этой Ну, кепка вообще смехотворная 51 миллиметр брони А с учетом типа приведенки Если куда-то сюда как-то в край попадет Ну, получается 100 миллиметров Самое то, что вы толстое сможете найти Смотря на него вот в бортовой проекции Да, вид сбоку Это вот здесь вот на башне Вот вся вот эта часть 127 миллиметров Короче говоря, ребят Танковать особо нечем По большому счету Ну, вот маска орудия Да, действительно очень классная Большая Если в маску прилетает Маску, ну, как правило Не пробивает Ну, корму даже не буду обсуждать Вот этот пятак бьется Вообще просто красота И ровно какие Корма самого корпуса Короче говоря, вот такой вот он Странный тяжик Теперь давайте посмотрим На его орудие Что орудие собой представляет Смотрите, есть пушка Девятого уровня По крайней мере, как она заявлена Есть довольно неплохая Альфа в 400 Для восьмого уровня Согласитесь, довольно неплохо Увы, склонения довольно неплохие Ну, и с учетом размера Маски орудия То, в принципе, от башни Можно попробовать поиграть Что касается Среднего бронепробития 248 В принципе, для восьмерки Тоже неплохо Но обратите внимание Что для восьмерки Ну, вот ДПМ Как бы Немножечко подкачивает Да, 1920 Практически ни о чем И есть существенный минус У данного орудия Помимо долгого времени Перезарядки Сравнительно долгого Потому что сравнивать Время перезарядки Необходимо не просто С другими танками А насколько танк Проживает нормально И плюс-минус спокойно Время перезарядки Я лично оцениваю Всегда так Это первый его минус И второй минус Это время сведения 5 и 8 Что это такое Мы сейчас посмотрим Непосредственно в бою Куда и запрыгнем Потому что дальше В ангаре Обсуждать по данной машинке Ну, просто таки Нечего Пока запрыгиваем в бой Хочу попросить Всех, кто смотрит видео Без подписки Оформите, пожалуйста Подписочку В правом нижнем углу Буду вам Ну, очень признателен Поддержите канал Поддержите его развитие Я же со своей стороны Гарантирую вам Исключительно честные Объективные Ну, возможно Наверное даже не так Честные и Субъективные Оценки Танчиков Как я их чувствую Как они играются В моих руках И как они Скорее всего Играться будут В ваших Я не делаю Из машин имбы Я не снимаю 40-50 видео В которых Показываю машину Там В одном видео Вырезающимся Как самую классную Самую матовую Обязательно Берите себе Этот прем Или обязательно Качайте себе Ту или иную ветку Поэтому И Видео мои Ну, кто-то Хвалит А кто-то наоборот Говорит, что Неправильно делаю Надо снимать Потом вырезать Самый красивый бой И его уже презентовать Потому что видос Должен быть красивым Видос Об обзоре танков Видос Об обзоре Того, что происходит В магазине Он должен быть Некрасивым Он должен быть Честным По отношению К тем, кто Задумывается А покупать Или нет Итак, вот вам Время сведения Ну, согласитесь С таким временем Сведения Не сильно комфортно Играть И хотелось бы Чтобы, ну, безусловно Время сведения Было немножечко Получше Что касается Динамики машины Нету этой машины Динамики Раньше Раньше Я вот Ну, понимаю Что я слишком часто Говорю это слово Раньше Но мне хочется Все-таки Говорить о машине Какой она была И о какой Ну, она стала Сейчас, да Вот на сегодняшний день Машинка стала Такой Немножечко Унылой По геймплею В свое время Рандом В принципе Был вот такой Вот полуунылый Танчики Не настолько Быстро Передвигались Да, были Какие-нибудь Там Быстрые СТ-шки ЛТ-шки Но встречались Они не так уж И часто Тяжи ездили Именно так ПТ-шки Передвигались Приблизительно Тоже Так же Короче говоря Получалось Так, что Какого-то там Бешеного Суперскоростного Геймплея Не было Никто не носился Как сумасшедший По карте И вот на то время Т-34 Он был Действительно Вот Знаете Вот на своем месте На восьмом уровне Он чувствовал себя Крайне комфортно Многие не могли Его пробить Многие не могли Соревноваться С ним По его ДПМ Ну а На сегодняшний день Уже Есть кому Соревноваться И не только Соревноваться Но и побеждать И фалкон Как я говорил В свое время Про леву Что это танчик С длинной Седой бородой Вот точно так же И фалкон Он превратился Вот в такого Вот знаете Пускай не старика Но бывалого Такого вот Тертого калача Который Не всегда Безусловно На сегодня Уже Вытягивает Но в целом Что-то еще Может Насколько это Фановый танчик Но смотря Для кого в чем фан Потому что Для меня Фан Не обязательно В победе А для кого-то Фан Поднимать Свою статистику Поэтому Ребят Говорить о том Фановый танчик Или не фановый Я буду говорить За свои ощущения Вот Мои ощущения Что танчик Фановый Хотя бы Исходя из того Что танчик С историей Танчик Давно в игре И Когда я Беру подобные Машины в руки У меня Как бы так Вот внутри Знаете Играют ощущения Того Что я езжу На классике Вот вы можете Сказать Что Не знаю Там Допустим Какая-нибудь Волжана 24 Это Корыто Да Там Какое-то Полугнилое Старое Которое Уже не тянет У которого Очень слабый Двигатель Это и динамики Абсолютно Никакой нет И разгон Там в районе 12-13 секунд До сотни Ну а я Допустим Сяду на Волжану 24 Или на Какой-то Подобный Автомобиль И за рулем Этого автомобиля Почувствую себя Вот за рулем Классического Автомобиля Былых лет И вот тогда Все автомобили Так ездили И тогда Это было нормально На сегодня Да Уже безусловно Не то Вот так И с подобными Машинками Вот сейчас Если бы не Ужасное Сведение Я бы Возможно И Как бы Не косанул Ну а так Приходится Стоять Ждать Пока сведешься Наугад Фалконом Особо Не кинешь Особенно Вдаль Закончился бой Давайте посмотрим На результаты В целом Машина Играется Приблизительно Одинаково Во всех боях Я даже Не буду Сейчас запрыгивать В следующую катку Ну просто Потому что Не вижу в этом смысла Я уверен Что огромного Результата Я никакого Не получил 2 240 единиц Урона Второе Знак Классности Вот при таких Результатах Мне кажется Что потому что Фалкон Просто не играет Сейчас никто 55 тысяч Серебром Давайте посмотрим Что это нам В виде Фарма Ну у нас С учетом Вот Према Было бы 81700 Согласитесь В принципе В принципе Машинка фармищая Я не говорю Что заоблачный фарм Абсолютно нет Но фарм Есть И это хорошо Это не тот автомобиль На котором Вы там Не будете Вывозить серебрухи Прям совсем Совсем Что касается Нашего места В команде Вот пожалуйста Там в принципе Не сильно надрываясь Мы заняли Второе место С своим 2240 Я вам скажу так Особо больше урона На фалконе Набросать Сложно Возможно Будут какие-то Фартовые бои В которых Особенно новичок Нарвется на каких-то Тоже новичков Которые Не знаю Каким-то чудным образом Не смогут справиться С фалконом Не смогут его окружить Допустим Там заехать в корму И так далее И возможно В таких боях Вы сможете набросать Где-то в районе Трех Трех с половиной урона Но поверьте Не более Связано это все С довольно-таки Незначительным ДПМ Как для восьмого уровня Все-таки Время перезарядки Ну оно Немножечко Дискомфортное Если бы Время перезарядки Ну я понимаю Что я там Может глупость Какую-то говорю Пытаюсь каждую машину Превратить в имбу Но вот если бы Здесь время перезарядки Было хотя бы В районе там Десяти Десяти с половиной секунд Танчик игрался бы Мне кажется Существенно комфортнее Ну и время сведения Вот это вот Безбожное Если бы Немножечко ему уменьшить Ну была бы вообще красота А так Танчик безусловно На любителя Все-таки Это как я говорил Классика Это не имба Но и Абсолютно Не безнадежно Забытая машина Ребят Те у кого есть Т-34 в ангаре Обязательно напишите Свой комментарий Под данным видео И свое мнение По поводу данной машины Напишите Как часто Вы его выгоняете В ангар Простите Из ангара Выгоняете его В рандом В ангар Выгоняют вас Если вам не повезло Я буду безумно Благодарен вам За ваши комменты Вашу дополнительную Информацию По машине Но и скажу Откровенно Ребят У кого эта машина Есть Выгоняйте ее Почаще Но все-таки Стариков Тоже надо иногда Выгуливать А на данный момент У меня все Всех благ Всего хорошего Возвращайтесь на канал Подписывайтесь По желтому шильдику В правом нижнем углу Ну и до встречи В новых видосах Мира вам И спокойствия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok